теперь я вижу то опять не вижу ты можешь ехать где-нибудь под фонарями а что тебя интересует ну вроде бы все уже все потихонечку узнается все потихонечку делается я думаю ну пока все ждут остальную информацию я же не знаю что ты знаешь поэтому задавай вопросы я тебе отвечу ну относительно чего ну я же не знаю что ты знаешь но я думаю кто виноват еще следствие идет кто это сделал наверняка кто это конкретно спланировал тоже следствие идет пока мы столько вы выявлены исполнители и посредники но кто вы знаете не надо меня спрашивать такие вопросы у меня дело не лежит я не являюсь я не являюсь я не являюсь генералом который ведет это дело и знает все я могу только говорить о том что публикуют и соответственно о том что я догадываюсь все у нас новости публикуют в россии новостях что публикуют об этом что они там говорят ваших новостях куда знаете у нас у нас цензура интернетом понимаете я знаете вот никак не могу новость вот этот украинский интернет знаете там зеленский короче цензуру сделал то а чё так уж и евросоюзе вы же должны там вообще радоваться всему европейскому понятно и он что ограничивает вас ограничивает вот бедненькие как же теперь дальше тоже вот заходим к вам свободный мир знаете узнать новости вот даже знаете вот тут можно на этом русском языке поговорить понимаете да боимся ну у нас вот недавно команда в космос полетела среди которых есть белорусская женщина стыковка произошла хорошо все нормально в космосе у нас тоже все хорошо зачем там понимаете когда летят люди в космос они уважают друг друга они херней занимаются почему она может приехать к себе и говорить как угодно вы если в америку приедете вы мне будете что там по-литовски что ли разговаривать со мной ну тем более с украины ты это ага сейчас мне-то не гони мы уже с тобой столько раз встречались ну ты вещь ты же остановился под фонарем теперь я тебя вижу я вот не понимаю вас вы зачем всегда цепляетесь к языку а как только я говорю людям тем же украинцам или вашим литовцам что вы приедете вы в америку по какому вы будете говорить на своем языке это и в америке тогда не было ничего интересного тем более там есть на что смотреть мне это не интересно на этот это сейчас к чему сказал ну вот к тому что мне вот если приеду в америку мне точно не будет интересно что делается на россии причем тут это я тебе говорю говорить ты на каком языке будешь да вот и придешь этот самый вами куда куда-нибудь ты на каком языке будешь говорить в америке ну на английском но а приезж в россию ты будешь говорить на на русском ночи не так ну говори на английском кто знает то тебе ответит а захочешь чтобы тебя поняли или продали тебе какой-нибудь мыло вот топ буду вспомнишь и русский правильно но все а если где-нибудь попадешь в америку в америку в испанской какой-нибудь комьюнити придется вспомнить испанский ночью не так ну пофигу значит вы будешь листать словарик или еще чего-нибудь изображать крокодила игра такая есть когда надо движениями понять все что не так то я не пойму но вы но вы берете это самое вечно пучу-то тыжитесь пыжитесь что есть ли где-то куда-то кто-то должен поехать только на украинской мове или только на литовской по новостям говорят что расследование идет все продвигается и как только будет все известно все будет объявлено никто не спешит с выводами я сказал никто не спешит украина там оказывается виновата еще никто об этом не сказал это у вас такое говорят так как у вас страна извращенцев так как у вас страна извращенцев вы не только ноги и парады ходите но еще в мозгах у вас извращение поэтому вы извращаете факты зачем ты говоришь вместе со мной я же отвечаю на твой вопрос у у нас нету у нас запрещено запрещено первую очередь на законодательном уровне у нас пропаганда запрещена поэтому поэтому если вас это особенно интересует вас ждет европа подождите вы же с калифорнии мне кажется я в калифорнии вы тоже можете попасть на офиге особенность пойти в сан-франциско вот можете там можете там особенно сфотографироваться самым большим флагом я не с калифорнии откуда из невады нет в неваде как-то спокойненько на эту тему спокойненько там никто не против но 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 никто не не бесится ну и что слушайте что вы тут несете тогда у нас запрещено нифига вас не запрещено в россии запрещено я же в россии сейчас так а зачем вы говорите у нас потому что я в россии я сейчас нахожусь в крыму в русском крыму конечно куда не глянешь крым российский налево посмотришь в российский крым направо российский крым куда не глянь российский крым а чё этот крым бомбят украинцы потому что завидуют они же сами себя всегда бомбят они они с 14 года сами себя убить хотят а чего они завидуют потому что не хотят жить они в свое время поверили европе но это теперь в полной жопе кто поверил в америке а мы я про себя лично с вами не разговариваю я про себя с вами лично не разговариваю или вы настолько слабы вы настолько слабы что вы не можете ни о чем другом поговорить вы только можете обзываться или чем я когда напишу книгу свои мемуары я обязательно вам скажу где ее купить вы купите и прочитаете мне есть что рассказать чего несете вам сколько лет я интересный да я очень интересный я очень интересный и что вы завидуете или что вопросы но задавайте вопросы про какие-нибудь события тем про меня то вопросы задаете как только человек переходит на личности это говорит о вашей слабости не опускайтесь не опускайтесь до уровня канализации не опускайтесь говорю до уровня канализации потому что как люди которые задают личные вопросы это говорит о вашей слабости чем месяцами то говорите вы же не по не слышите что я говорю а я не слышу что вы говорите на хрена а когда украинцы уже хотя там перекраситься так вам не нравится подождите где логика вы там с этими геями с этими с этими 7 секс живете а украинцы не имеют право по вашему вы дурачок нет вот если вы не дурачок то вы должны вспомнить что я говорил потому что такого я не говорил хотят украинцы чтобы их трахали куда угодно ради бога лишь бы не пони не не я не я отвечаю на вопрос я отвечаю на вопрос лишь бы не становились фашистами все если вы задаете вопросы на личную тему то вы получается то вы получается себя опускаете на уровень канализации мне это вонь на хрен не нужно вам вам явно к доктору вы к доктору у доктора давно были кто мы слушайте если вы хотите говорить на эту тему но найдите себе пидораса и говорите с ним успокойтесь найдите себе педика и говорите все я пошел идите идите трахайте друг друга я счастливой вам к говорится половой жизни идиот блин мое мнение вы хотите слышать что произошло что определенная разведка как почему это произошло и столько погибших почему произошло потому что это была спланированная акция определенная разведывательной группой которая воспользовалась человеческим фактором честно говоря довольно таки интересная операция данной разведки которая естественно преследовала цель дестабилизировать россию и естественно но еще к этому всему подлить масло в огонь на межнациональную рознь да а почему-то столько людей много погибло от пожара ну то что в любой такой ситуации получается и паника и да может быть были какие-то неправильные действия согласен а как же пожаротушение автоматическое пожаротушение не справляется с таким объемом огня это работала но вы можете американцам задать такой же вопрос которые допустим гибли и в нью-йорке и и при чем тут американцы ну вот так вот потому что потому что пожаротушение которые автоматически все эти так называемые спринклер систем она или не сработала или она недостаточно было но недостаточно да я думаю я думаю с работа кто-то понесет за это тоже в большую ответ ну говорит соответственность будет наказан кто-то то что погибли люди до погибли причем погибло больше больше людей от пожара чем это расстрела вот этих это всегда так так же какие когда поджигают какой-нибудь тоже там не знаю то школу то еще чего-нибудь да потому что пластик так уж получается что последнее время мы живем в мире пластика если вы когда-нибудь и дышали дымом пластика это ужасно вот что самое бога на это просто горит какой-то барак и изба деревянная на самом деле не так у это страшно а вот пластик да поэтому и самолетах когда люди вроде бы казалось бы что там открыли все двери осталось только выбежать пластик сразу вышибает у людей подкашивается говорится ноги теряется сознание и люди падают и задыхаются до пластик это ужасно для этого пожаротушение есть специально пожаротушение есть и она была но вот не хватило недостаточно ну огромный пожар это всегда огромный пожар стихия это страшная штука вы хотите обвинить в этом кого путина что ли если или вы хотели что причем он что-то бегло что ли с огнетушительным путем чтобы его обвинять я думаю здесь надо рядом сажать на скамью вот с этими уродами четырьме вот этих того кто отвечал за это пожаротушение туши я уверен что они управляются анимал я не может быть не на ту же скамью но где-то рядом я думал под нее как минимум это поднюю под эту скамью они там должны сидеть я думаю это моё мнение ну согласен уже людей погибло больше от пожара чем от стрельбы от этих уродов да не ну я тут я думаю они должны под этой скамью сидеть ну приоритеты тут можно расставлять по-разному эмоции эмоции включать да причем тут больше денег тут просто знаете когда люди начинают эмоциями руководствоваться это не тоже неправильно если вдруг выяснится что ну да ну такая ситуация сложилась да ну давайте теперь все от всех вокруг расстреляем и чё зачем мне зачем ну так вот есть ответственность за это люди вот есть вот их и спросят приняли были были ли на ли нарушены говорится нормы пожаротушения если вдруг выяснится что были нарушены значит они сядут а если не были нарушены зачем они не сядут не были я не сказал не были я сказал если будут выяснять правильно ну поживем посмотрим я надеюсь мы скоро встретимся с вами через некоторое время когда произойдет суд и когда все это будет ясно и понятно вот и вы не понимали сейчас хочу выводы делать сильно рановато еще выводы делать хорошо бы как говорится поживем будем посмотреть правда счастливо будьте здоровы все доволен алёня юрка здорово да блин давайте ничего говорить не буду вернее не буду говорить своих выводов давайте вы напишите свои выводы я их почитаю потом это суммируем не просто ужасно интересно а что вы думаете по этому поводу вот как то так спасибо за понимание спасибо за внимание все кто меня поддерживает ребят огромное вам спасибо лайки комментарии пожалуйста там ладно личная поддержка особо не прошу но кто поддерживает мой канал особенно вам огромное спасибо но лайки и комментарии очень надо и на засаду то вы обязательно тоже переподпишитесь потому что там я прыгаю между двумя каналами но уж сильно меня душат и ваша поддержка она мне нужна для того чтобы вообще просто выжить на этом информационном поле вот что-то как-то за меня взялись серьезно вот как-то так всем пока-пока вот что-то как-то 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 как